Агафья Михайловна дрожащими руками распечатала письмо. Глаза, залитые слезами, не видели строк. Все расплывалось, и Анна протянула письмо почтальону. Здравствуй, дорогая мама. Письмо, о котором ты спрашивала, я писал тебе после своей смерти. Это было в 1943 году, во время февральского наступления на Харьков. Александр в то время был механиком-водителем танка Т-34. Их роте приказано было перекрыть возможный маршрут прорыва немецких танков. Танкисты заняли оборону и замаскировали свои машины, а вскоре из балки выползли десятки немецких танков. Так Александр впервые увидел немецкие «Тигры». Именно сюда, под Харьков, для отражения советского наступления, немцы перебросили эсэсовские дивизии, имевшие на вооружение «Тигры». И хотя было решено подпустить немецкие танки как можно ближе, силы были слишком неравными. Ни первый, ни второй залп наших танков не принесли успеха. Александр видел, что Т-34 попадают в цель, но немецкие танки двигались как заговоренные, а первым же залпом немецкие танкисты подожгли машину, в которой находился Александр. Он еще пытался спасти свою машину, задраив жалюзи трансмиссионного отделения, чтобы перекрыть доступ кислорода к пламени. Но вскоре в танке стало невозможно дышать, и экипаж был вынужден оставить машину. Они уже отбежали от нее на довольно приличное расстояние. Александр оглянулся и, увидев, что танк перестал гореть, кинулся к машине, несмотря на предостерегающие крики. Экипаж видел, как Саша забрался в танк и открыл командирский люк, из которого вверх вырвался столб пламени и прогремел взрыв. Танк тряхнуло, и он мгновенно окутался дымом и пламенем. А вечером в графе потерь было записано, что танкист погиб, о чем свидетельствовали уцелевшие члены экипажа. Поле боя осталось за немцами, и лишь через несколько дней похоронная команда смогла найти на этом месте лишь обрывки комбинезона, ботинки да шлемофон. Да и что может остаться от танка после такого взрыва и огня, бывало и горский пепло от сгоревшего человека найти не смогли. Так и появилась около Харькова еще одна пирамида с фанерной звездой, на табличке которого была написана фамилия Александра. А в далекий Пензенский край полетела похоронка, сообщающая о том, что механик-водитель танка Т-34 героически погиб при защите родины. Агафье Михайловне была назначена пенсия, которую исправно приносили в ее дом пионеры, но не верила мать в смерть своего сына. Она открывала ящик старенького комода и складывала в него эти деньги, и как бы ей не было трудно, она не истратила ни одной копейки из пенсионного пособия. Сын жив, и она в это верила. Агафья Михайловна считала, что если начнет тратить эти похоронные деньги, то сын никогда не вернется. Велика сила материнской любви, и вот однажды в ее дом постучался почтальон и протянул ей маленький солдатский треугольник. Много раз она перечитывала это письмо, строчки которого уже начинали расплываться от ее слез. Но если на похоронке стояла дата отправки, то на этом письме удалось прочесть лишь только адрес полевой почты. Она плакала и боялась писать письмо по адресу полевой почты, а вдруг опять придет ответ, сообщающий, что ее сын погиб. Собравшись духом, она написала по этому адресу, в котором сообщала сыну, что получила на него похоронку, а после нее она получает от него письмо. Не знаю, сынок, благодарить мне судьбу или клясть нашу почту. Было в этом письме. Напиши, когда ты его отправил, до смерти или после. А вскоре в далекое село Наровчат пришло письмо, в котором Александр сообщает, что жив. Он успокаивал свою мать, написав ей, что на войне всякое бывает, что получил легкое ранение и уже скоро будет выписан из госпиталя, и просил ее не беспокоиться. Он не рассказал в этом письме, как он бежал к горящему танку, как башня прикрыла его от осколков, а взрывной волной его отбросило далеко от горящей машины. Экипаж в дыму и пламени не мог этого увидеть, поэтому и посчитали его погибшим. А он пришел в сознание только ночью. Тяжелая контузия давала о себе знать, кружилась голова. Александр понял, что наши танки отступили от Харькова, и он остался один. Он не писал матери, как несколько ночей он шел на восток, пытаясь догнать наши части, как днем прятался в разрушенных домах и подвалах. Он не писал матери, что наши разведчики приняли его за немца и взяли его в плен. А он молчал, потому что его язык чудовищно распух, и он не мог произнести ни слова. Он не писал матери, что разведчики едва не пустили его в расход. Спас его пришедший капитан, командир разведроты, оглядевший странного языка и приказавший отправить его в госпиталь. Этим чудовыжившим танкистом был Александр Иванович Милюков, будущий герой Советского Союза, снявший впоследствии замечательный автобиографический фильм «Экипаж машины боевой». Продолжение следует...